зрители добрый день в общем ребятки сейчас я пробую поставить эти троса ну как пробую поставить то есть я заказал сейчас другие потом скажу с чего учет мне эта китайская система совсем не нравится в общем я так понимаю надо будет идут все дорабатывать переделывать сейчас я покажу чем фишка в общем смотрите по заводскому это ерунда стоит вот так здесь зажат один трос вот с этой стороны приходит он сюда здесь получается стоит трос но настолько это блин тут все уродливо блин ну вот смотрите допустим я нажимаю вы видите он гуляет ну как бы вот эта часть в общем она вот эта фигня наклоняется туда-сюда это при том еще что я при том что я еще не затянул до конца вот это крепление вот значит переделал я значит вот эту трубу поехал купил отвод 900 рублей он стоит купил отвод переварил сейчас почистил его у саня там заварил я счету до чистил по всей видимости то есть сейчас проходит я имею ввиду видите какое расстояние ну практически расстояние не было из-за вот этого вот этого зихера который здесь был вот эту сторону делать не буду ничего с ней как она останется но но вот это вот эта фигня мне совершенно не нравится то есть как бы блин она и под зависает сейчас отпущу этот кронштейн в общем я нашел троса я смотрел с вольвы там и фашка вот это 12 или какая там но у нее крепления другие то есть у нее защелки стоят в принципе эти защелки можно было обрезать нарезать резьбу вот и закрутить вот эти сами наконечники но цена этого троса в общем что-то в районе там три с половиной или по 4000 то есть два троса 8000 никуда это не годится 8000 это дорого эти эти троса я брал по 800 рублей на китайца но не длинные в общем ничего с ними пока не буду делать пусть они лежат смысл в том что видите сейчас она так утром насти зажмется то при нажатии при нажатии она уходит вниз видите когда на дергается это каждый раз она будет уходить то есть мне так не нравится в общем дождусь а тогда троса они придут либо в четверг либо концу недели вот этой вот здесь место но площадка есть и по всей видимости сейчас я вам покажу как попробую в принципе вот эта тяга она ходит только вперед назад больше функции нет а влево вправо то есть ходит уже вот это вот это тяга поэтому надо будет мне здесь вообще блин замутить полностью кронштейн вот этот кронштейн сделать свой с металла блин или также с алюминия в общем надо будет не переделать этот кронштейн сейчас я вам откручу и подержу его там наискось и вы увидите тогда что здесь надо как сделать это если кто-то будет лепить себе допустим именно тросиковую систему смысл весь в том что значение не имеет на какую машину но образно говоря если можно кто-то будет себе такую кулису ставить ну мало ли кто что где как то есть в принципе как бы разницы нету вот в общем сейчас надо подумать в общем чтобы она работала ровно вся эта конетель видите как а чё там получается в общем надо а когда и выворачиваешь ничего как бы хорошего не происходит то есть придется в этом плане делать такую пластину и и так заворачивать то есть подворачивать и в этой пластине чтобы она зажималась именно не в прямой чтобы она не прямая была именно чтобы она заворачивала сюда под уклоном и тогда как бы все будет работать то есть вот так она должна стоять если я сюда зажимаю она как бы выворачивается нажимаем выворачивается то есть она должна стоять под уклоном то есть придется мне искать либо алюминиевые вот такой квадрат вот уже ли можно железный можно алюминиевой принципе он как у тот у меня торчит его тут в принципе на сколько он где-то 20 можно 25 то есть его согнуть пазик и пересвину в принципе здесь отверстия есть вот площадка ровно что хочешь что и делай а вот этот кронштейн мне не подойдет то есть он как бы хель полная и допустим еще надо будет что хочу сказать увидите он как он когда зажимают на ровно садится то есть вот эти отверстия вот эти отверстия которые вот они их придется тоже делать под наклоном ну то есть выбирать чем-то либо шарошкой делать под наклоном и тогда как бы все будет работать в идеале то есть ее надо ставить под наклоном если так спереди смотреть в общем придется мне тут немножко повоевать со всем одним делом так что так вот так ну с тросами все понятно человек как в общем что теперь дальше у меня с рулевой кардан у меня карданчик у меня в идеальном состоянии не разбитый не гуляет он промазанный весь то есть мы в рабочем состоянии в отличном лицевая тоже тут она у меня нормально вот с ней проблем вообще никаких нету вот то есть сейчас скажу в чем проблема здесь стоит вот это подшипник подшипник здесь 6 то есть он заклиненный он должен по крышке вот так гулять вот получается одевается сверху он должен вот так гулять он заклиненный то есть ломать и уродовать крышку она тут тоненькая блин тут увидите кто-то уродовал стучал молотком чего-нибудь понесли и делали не знаю потом эту крышку хрен где найдешь потом крышку самому не пришлось делать вот еще какой момент этот подшипник 6 тут стоит войлочная фигня эти войлочная виде пыльника это войлок это можно ему вымыть можно новый войлок воткнуть вот что видать или не дула ли не промерзала или вода не попадала то есть и он сейчас я вам покажу получается он по ней гуляет вот этот подшипник ведь он гуляет соответственно он будет работать он работал именно здесь я выработки вообще никакой не вижу потому что этот 6 он бронзовый здесь выработки нет и он получается должен работать на самом подшипник когда он видать заклиненного был его никто никогда не мазал вот и он работает на самом валу это тоже вот не есть хорошо это не будет возможности руль опустить и поднять ниже потому что он будет заклиненный просто вы ломаешь крышку и все то есть я хочу хочу делать сейчас я хочу разобрать рулевую руль все это надо потихоньку ребята готовить не знаю как он тут разбирается но майку метод она отпущена наверное было может и нет руль конечно тут тигриный сейчас хочу и открутить вот эту гаечку попробовать сдернуть руль вот по всей видимости где-то тут он должен расшплинтоваться и этот вал должен выйти чтобы снять вот эту крышку так вот я вал разлохматил вал умеют в идеальном состоянии не выработки здесь стоят подшипники их промыть и хорошо набить смазкой подшипники тоже в идеале вот подшипники в рабочем нормальном состоянии так и дальше значит вытащил эту крышку он теперь надо понять какую сторону сейчас это вычищу лазит этот подшипник 6 наверно все таки ребята в эту сейчас не надо попробовать выдавить потому что он на хрен весь заклиненный выставил на пресс и выдавливаю своим волшебным прессом подобрал размеры штулок выходит он получается ребята наружу не во внутрь а наружу и посмотрим стандартный у него размер или ни хрена видите у меня сколько примочек всяких вот он вышел в принципе он такой что тигр что мог его внутрь и вылезти напрессовывается просто и все крышка пустая посмотрел что ну какой подшипник ведь вот какой подшипник получается обжимается уши с обычный 6 с понятно что можно его можно его почистить и вперед улет на место посмотрим какой размер но он я вам скажу он такой не можно сказать не на трение не на сильная у него тут функция принципе придерживать он только вот так и и все то есть подшипник такой сейчас размеры скажу в общем тут такой очень хороший подшипник в общем 40 получая значит сейчас так давайте внутренний размер у него 22 и 3 где-то 22 и 32 и 3 классно вот здесь у нас получается воли на свечу сейчас я вам скажу 40 42 и 4 очень великолепно просто великолепно нет я сейчас нажал 40 42 и 7 где-то приблизительно 42 и 7 в общем я так понимаю придется мне его начистить блин блестить и ставить на место